Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоролике я вам расскажу о самых интересных багах, фичах и пранках, которые можно сделать на iPhone под управлением iOS 10, включая самые актуальные на момент записи видео версии прошивки iOS 10.3.3. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. В iOS можно скрывать название приложений, для этого на спрингборде откройте пункт управления и одновременно нажмите кнопку домой с открытием пункта управления вновь. Появится графический артефакт, а все иконки в док лишатся названий. Затем перетаскиваем все иконки с док на рабочий стол и перетягиваем новую партию в док. Повторяем процедуру и так до тех пор, пока все иконки на рабочем столе не станут обезличенными. Чтобы после блокировки экрана сохранился прогресс, откройте настройки основные универсальный доступ и активируйте переключатель напротив пункта уменьшения движения. Полоску с названием оператора часами, режимами и беспроводными интерфейсами можно скрыть. К примеру, это может понадобиться для получения красивого скриншота. Для этого двойным кликом по кнопке домой откройте режим многозадачности. Зажмите кнопку питания до появления слайдера, дважды нажмите кнопку домой. Статус бар скрыт, однако после блокировки экрана вся информация вновь отобразится. А вы знали, что классическую информацию открытия папок и уведомлений можно поменять? Для этого на спрингборде сделайте свайп вправо для открытия поиска спотлайт. Зажмите палец на свободном пространстве слева возле кнопки изменить. Затем нажмите кнопку домой, тем же пальцем сделайте свайп вправо еще для открытия поиска и кликните по свободному месту на спрингборде. Теперь при открытии приложений или папок вы увидите новую анимацию, похожую на открытие поиска спотлайт. Благодаря этому пранку мы сможем открыть миллион вкладок сафари. Для этого перейдите по специальной ссылке в описании на устройстве жертвы и нажмите кнопку please don't click me. Браузер сойдет с ума и начнет генерировать сотни вкладок до тех пор, пока вы не выгрузите его из режима многозадачности. Открыв сафари вновь ничего не пропадет, можно конечно же выгружать по одной вкладке, но те кто смотрел мои видео с секретами iOS знают, что если зажать кнопку закрыть, то можно сделать эту процедуру намного быстрее. Еще один веселый баг, который можно превратить в розыгрыш. Откройте поиск спотлайт свайпом вниз, введите что-нибудь в строку поиска и потрясите устройство, чтобы отменить ввод. Нажмите кнопку домой и лишь с рабочего стола нажмите кнопку не применять. Теперь при перемещении между рабочими столами будет все время отображаться клавиатура, лещится открытием спотлайт или перезагрузкой. На экране блокировки открываем камеру, затем необходимо одновременно нажать на кнопку открытия изображений и любую из кнопок регулировки громкости. Начнется серийная съемка и даже после выключения дисплея несмотря на то что звук пропал, съемка будет продолжаться. Чтобы остановить хаос разблокируйте девайс, запустите камеру и нажмите на кнопку затвора. Как видите серия сфотографии сохранилась. На экране блокировки откройте центр уведомлений, зажмите палец на пустом месте, затем нажмите на строку поиска и зажатым пальцем сделайте свайп вправо. Произойдет Respring. Регулярно применяй эту фищу для того чтобы полностью не перезагружать устройство. В приложении фото зуммировать скриншот можно только до определенного предела, но на самом деле можно и больше. Для этого перейдите в режим редактирования изображений и трижды поверните его. Затем нажмите кнопку готово, вновь перейдите в режим редактирования и закончите круг повернув изображение еще раз. Все, теперь зуммировать можно практически до бесконечности. В штатной камере iPhone 7 Plus при записи видео присутствует только 6-ти кратный цифровой зум. А вы знали, что можно и больше? Для этого откройте в камере вкладку фото, зуммируйте изображение до 9 крат и удерживайте палец. Второй рукой сделайте ручную фокусировку по любому месту, а затем быстро сделайте свайп вправо чтобы открыть режим видео. 9-ти кратный зум отобразится и в режиме видеозаписи. А вот это старая, но проверенная временем фича. Если осталось меньше двух гигабайт свободного дискового пространства, то можно почистить кэш устройства. Для этого необходимо скачать большее по размеру приложение. Идеально подойдет бесплатная и очень крутая карточная игра Hearthstone, которая весит 2,3 гигабайта. Даже если процесс скачивания и начнется, а может появиться контекстное меню, оперативная память очистится, а на некоторых иконках появится надпись очистка. Как видите мы очистили память чуть больше чем на 1,2 гигабайта, что для 16 гигабайтного устройства более чем. Буду надеяться что вам этот ролик понравился, ставь лайк если хочешь увидеть новую подборку только уже полезных и не очевидных фич в iOS. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующем видео если подпишетесь на канал, так же не проходите мимо нашего профиля в инстаграм. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok